Олеся, уже у вас есть информация о том, что у кого-то такие проверки надумные управлением судзащиты проводятся из переселенцев? Да, в Василькове пришли к девочке. Она волонтер военный, она помогает оточникам, которые демобилизовались. И кому-то она стала неугодна, резко высказалась на тему, что не надлежащего отношения к оточникам в городе. И ей прислали проверку. В 7 утра пришла проверка и стала проверять, вломились в дом, причем стучали так, что разбудили всех, наверное, весь дом. Вломились и стали говорить, показывайте, вот у вас зарегистрированы по этому адресу вы, там дети, всех показывайте нам, сколько с вами живет, с кем вы живете, кто у вас тут проживает, показывайте, какое у вас имущество. Все это начали проверять в 7 утра, без показывания документов. Она говорит, я сейчас вызову полицию. По итогу она вызвала потом полицию, начались разборки с полицией. Это все происходило. То есть по факту в этой постановии создается комиссия в составе эсбушника, полицейского, из миграционки и пенсионного фонда представителя или УТСЗН. И могут приходить на любой адрес, то есть если человек неугоден, он идет в какую-то общественную деятельность, это метод давления, потому что такая комиссия сдается при местном органе самоуправления. Это метод давления на людей. Еще вопрос такой, немножко непонятно мне по новым правилам. Если человек добросовестный, переселенец, никуда не уехал, но он покинул свой дом в гости, например, в Херсон, в Харьковскую область, да или просто за границу в Россию поехал, а в это время пришел инспектор, оставляет записку, то по закону человек должен в течение 3 дня примчаться. Правильно? В течение 3 дня. Как он узнает об этом и что будет, если он не успеет или не узнает? Тогда приостановятся выплаты. И он после его заявления 2 месяца, плюс еще комиссия должна 15 дней на то, что комиссия выйдет к тебе на адрес проверить, потом 15 дней на то, чтобы комиссия приняла решение, это уже месяц. Еще потом месяц о том, чтобы поставили тебя в очередь на выплаты. То есть по факту человек потеряет 2 месяца, во-первых. Во-вторых, сами комиссии это унизительная процедура, как к тебе домой приходят в составе 3-5 человек комиссия и проверяют, какой у тебя холодильник, при том, что у тебя все арендовано имущество. Основанием для проверки комиссии может быть по постанове будьяка информация, кроме информации от миграционной службы, от пограничников, от СБУ, от любых органов по факту, плюс будьяка наявная информация. Что такое будьяка наявная информация, это может быть что угодно. Секундочку, даже без информации, если я правильно поняла интервью Ревы, раз в полгода обязательно такая комиссия придет? Да, раз в полгода обязательно, а еще может комиссия приходить и не обязательно. В зависимости от информации. Да, в неочередное время, в зависимости от информации, причем они могут, если человек, например, не прошел физическую идентификацию в банке, то банк не уведомляет по счету банк человека, он уведомляет только от СЗН, и все. СЗН может останавливать выплату уже на основании того, что человек не явился в банк, первые два раза в полгода нужно явиться в по счету банк, потом раз в год. Еще такой вопрос, если человек не успел вернуться, или же, допустим, он уехал за границу, или в гости более чем на полгода, если он пересек линию разграничений, полгода находился в Донецке или Луганске, ему останавливаются выплаты, правильно? А если он в других регионах? Ну, неважно, просто в данном ситуации они должны получить информацию с линии разграничений, они по процедуре должны отправить... То есть, если человек не застали дома, в первую очередь справляются в миграционной службе, не поехал ли он в Донецк и Луганск? Да, не поехал ли он или за границу. То есть, если он выехал за границу или пересек линию разграничения, тогда ему могут вообще справку отменить, тогда полгода ждать восстановление. Если уехал за границу, то тоже пенсию отнимают таким образом? Таким образом, да, потому что он для людей с Донецкой пропиской привязан к справке переселенца. То есть, человек с Донецкой и Луганской пропиской, даже если он ноги его не будет в Донецке и Луганске, не имеет права покидать свое временное место жительства, что ли? Да, абсолютно, конечно. Есть человек... Он не имеет права поехать на курорт отдохнуть, он не имеет права поехать в село, где нет интернета и связи, он не знает, приходил ли инспектор. Но он рискует тем, что ему выплаты. Хочешь иметь... Мы сейчас не говорим о помощи переселенцам, это могут мне дать или не дать. Я пенсионер, я хочу получать пенсию. В этом случае, ваш совет, жить в квартире, не покидать, все время узнавать, не дай бог, не пришел ко мне инспектор, который может отменить свою пенсию. А кто получается, что люди вынуждены так делать? Я не считаю это правильным, я не считаю... То есть я заключенный, получается, что время, место моего временного проживания на территории Украины, если у меня в паспорте прописка Донецкая-Луганская, это место моего домашнего ареста. Да, честно говоря, заключенных так не проверяют, как собираются проверить переселенцев, которые освободились в мест заключения, а к нему приходит дневничный инспектор с определенной периодичностью. Переселенцы могут приходить и без определенной периодичности абсолютно, кроме раз в полгода, еще и при наличии какой-то информации комиссия может прийти. Еще вопрос, что такое их обследование жилищных условий, которые, как сказал Рева, в моих интересах. Придут, обследуют, если мне что-то надо, мне начнут помогать. Ну, то есть эта забота обо мне невероятна, если я переселенец, не дай бог, получил справку. Что такое обследование? Я просто никогда не была неблагополучной и не знаю, как приходят и обследуют. Они что, ну, едят, право мне в шкаф заглянуть, заглянуть в холодильник. Ну, я знаю, что такое... Неприкосновенность жилища, она в этом случае на меня не распространяется? Не распространяется, потому что они должны составить англию. Я не имею права сказать, простите, у меня постельный заправленный. Мне неприятно, когда в мою спальню заходит посторонний. Если я из Дениска и Луганска, я не имею права, так сказать... Не можете, но у вас лишат выплат. То есть, если у меня есть несовершеннолетний ребенок, я хочу получать пособие по уходу за ребенком до трех лет, или другое пособие, то я должна быть готова к тому, что придет человек, зайдет ко мне в спальню, откроет мой шкаф, посмотрит, что у меня в холодильнике, и так будет делать другие неприличные, как я считаю, вещи. Может, конечно, но в основном они проверяют... Ну, такие проверки связаны обычно, когда вот именно люди получают выплаты на детей. Такие проверки предусмотрены постановами другими, и это осуществляется иногда в редких случаях, на самом деле. То есть, когда приходит инспектор, он в таком случае проверял, что у ребенка есть там кроватка, что у ребенка есть место, где он играет, есть игрушки. То есть, ну, в таком, что, грубо говоря, ребенок, там все в порядке, и деньги расходуются на ребенка. Что в переселенце можно проверять? Непонятно. Непонятно, потому что по... Ну, то есть тут на усмотрение инспектора. Пенсию человек может тратить куда хочет. Пособие вот это переселенческое, есть только два ограничения. Если у человека есть жилье на этой территории, и если у него есть депозит, что он в доме хотят в арендованном жилье увидеть при этом, какой холодильник у человека, и на что это влияет. Может ли быть такое, что они увидят, что у нас какое-то материальное положение слишком хорошее, и на этом основании отнимут это пособие. Теоретически все может быть, хотя в законе этого нет. То есть создана почва для произвола. Абсолютно. Четких инструкций о том, как будет проходить эта проверка, что является для инспектора основанием для отмены, не предусмотрено. Четкие инструкции. Четких пока нет. И мало того, сами УТСЗН звонят на горячие линии общественных организаций, спрашивают, мы не можем понять, как нам работать. Мы не можем понять, что нам делать. И они уже боятся, что это делать. Потому что в некоторых УТСЗНах позаводили уголовные дела на основании того, что людям, несмотря на списки СБУ, восстанавливали выплаты. Они говорят, что человек приходил. Там есть такие случаи, что говорят, и не требовали миграционного штампа. Когда человек обращался в УТСЗН, и ему восстанавливали выплаты, то теперь эти... Да, без миграционного штампа, который уже отменили законом. И вот этот промежуток времени, пока не принято была 509-я постанова, некоторые УТСЗНы требовали, продолжали требовать миграционный штамп, но миграционка отказывалась. А некоторые УТСЗНы перестали его требовать согласно закона и делали выплаты людям на основе закона. Потому что комментируют на его постанову. И теперь к ним приходят и говорят, что мы будем заводить уголовные дела, чтобы незаконно выплачивать без миграционного штампа. Самый последний вопрос. Вот я добросовестный переселенец, не езжу ни в Донецк, ни в Луганск, и хочу получать пособие на ребенка и пенсию. Во-первых, я должна быть все время дома. Это первое. Второе. Мне надо ждать, как сказал министр Вива, в течение месяца, что придут инспекторы, проверят и вернут выплаты. Ну, тем, кому заморожено. Ну, а сейчас уже больше трех месяцев заморожены, как я знаю, практически всем. Так вот вопрос. Смогут ли они за месяц инспекторы обойти? Сколько инспекторов? Вот в среднем районе города Киева. И на какое количество переселенцев распространяются их, так сказать, обязанности? За сколько месяцев они обойдут всех переселенцев любого района Киева, как вы думаете? В Киеве всего на каждый район два инспектора. То есть 10 районов – это 20 инспекторов. Два инспектора, они ходят вдвоем. То есть не может один человек, потому что есть неблагополучные семьи. Это опасно, в конце концов, ходить одному. То есть они ходят по двое. И когда они ходят по двое, они могут проверить день, ну, 3-4, ну, 5 семей. Это потолок. А сколько в среднем районе Киева таких переселенцев? Ну, всего на весь Киев 100 тысяч. То есть 100 тысяч людей должны проверить несколько десятков инспекторов? Да, это нереально. Скорее всего, это будут либо не будут проверяться люди, и людям будут останавливать выплаты, а будут писаться либо в акты, что их не застали дома, либо будут за деньги писать акты, что они проверили, не выходя на проверку. То есть простор для коррупции теперь создается неимоверный, да? Потому что любой невыход приостановит выплат. Им проще приостановить всем и ждать, пока они сами придут, чем обойти эти все дома, на самом деле. Но по закону-то они не имеют права ждать, пока сами придут. Они должны все же обследовать. Так они и со списком СБУ не имели. Во-первых, СБУ не имела права. Во-вторых, на основании чего они остановили. Они вместо того, чтобы сделать проверку по этим спискам СБУ, да? Хотя там было меньше гораздо переселенцев. Они просто всем остановили. Хотя там было гораздо меньше переселенцев. То есть ваш прогноз теперь просто эта приостановка всех выплат затянется на неопределенное количество времени. Скорее всего, да. И будет восстанавливаться, если кто-то заплатит за то, чтобы ему восстановили. Конечно, это будут единичные случаи, когда будут, это опять очереди, это опять непонятная процедура, которая то не знали, ставить миграционный штамп или нет, теперь они не знают, когда и кто должен ходить на проверки. Потому что, с одной стороны, есть комиссии, созданные местным органом сового управления, в составе СБУ, полиции, миграционки и представителя пенсионного фонда ЛЮТСЗН. А с другой стороны, есть вот эти социнспектора, которые ходят проверять, тоже с какой-то периодичностью. А третий, есть еще и банк, который тоже раз в полгода переселенец должен приходить на идентификацию. И как это все увязано будет, никто не представляет и никто не знает.